Сказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Прости. Здравствуй, Володя. Очень рад тебя видеть. Здоров. Ты не узнаешь меня? Нет. Ты кто? Я Бог. Да? С какой стати? Ты умер и попал сразу ко мне. Да? И чего теперь? Ничего, вот мы и встретились. Ну, встретились. И чего? Ты ничего не хочешь мне сказать? А что я должен тебе сказать? Ты сам должен это решить. Ведь ты встретился с Богом, да? С какой стати я должен поверить, что ты Бог? Ты просто какой-то мужик. Нет, я не просто мужик. Я Бог. Чем докажешь? А разве тебе нужны доказательства? Конечно. Просто сейчас я вижу какого-то мужика, который хочет меня наебать. Поэтому я просто сейчас пойду, а ты останешься здесь. Что-то не складывается у нас разговор. Хотя это очень ответственный момент для тебя, Володя. Вот я вижу, как будто ты не подготовился к нашей встрече. Я просто не понимаю, в какой стати я должен тебе верить. Ты просто гонишь. Только я не понимаю, зачем тебе это надо. Хорошо. Я сейчас замахну рукой и прогремит гром. Надеюсь, этого будет достаточно для того, чтобы ты поверил. Ну-ка. Давай, вали. Ну как? Поверил? Ну и что, это Бог сделать и дьявол, или какой-либо другой чудак с фокусами. Ну как это может являться доказательствами того, что ты Бог? Хорошо. Хочешь, я превращусь в кого-нибудь? Например. Ну, например, в Юлю. А ну-ка. Опа. Нихуя себе. Юля, это ты? Нет. Я Бог, превратившийся в Юлю. Да ну-ка. Давай обратно. Вот, пожалуйста. Ну ладно, хорошо, ты Бог. И что я должен теперь делать? Обосраться? Нет. Ты просто должен сказать мне что-то. Ведь ты со мной встретился впервые. От этого будет зависеть, что с тобой произойдет потом. А что со мной должно произойти? Не знаю, это от тебя зависит. Хорошо, я должен тебе что-то сказать, и после этого что-то произойдет. Хм, интересно. Хорошо, я придумал, что сказать. Отлично, я очень рад. Наконец-таки мы нашли зерно понимания. Сейчас от того, что ты скажешь, будет зависеть, как это зерно прорастет. Пошел нахуй. Хм. Такого мне еще никто не говорил. Интересно. Я даже не знаю, что дальше будет, но это интересно. Очень интересно. Спасибо, Валерий. Мне очень понравилось то, что ты сказал. Иди спокойно, не бойся. Я ничего тебе не сделаю, хоть это было и дерзко. Мне похуй, что ты сделаешь. По-моему, уже хуже быть не может. Я сдох и вроде как бы жив. Если это смерть, то мне вообще ничего не угрожать, я понимаю. Так что я пойду просто и похуй. Я бы даже сказал, что только сейчас, впервые в жизни, мне стало по-настоящему похуй. Или, точнее сказать, настолько похуй, что реально поебать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Не дергайся. Все хорошо. Тебе ничего не угрожает. Да я не дергаюсь. Просто заебали эти качели. То солнышко, то этот карцер ебаный. Я что, в тюрьму попал? Да никуда ты не попал. Ты там, где ты и был. Да ну нахуй. Я знаю, где я был. Чего ты мне рассказываешь? Ну, если честно, мне похуй. Я уже смирился с тем, что будет. Так что давай, выкладывай. Чего ты там от меня хочешь? Я? А ты догадался, кто я такой? Конечно. Кто-то дебил догадается. Видно же сразу, ты сатана. Да? Ну да. Ну и что ты хочешь? Чтобы я тебе что-то сказал? Или ты сразу начнешь? Что начну? Не знаю. Мучить меня, пытать. Я не знаю, о чем вы там с Богом договорились. Я вроде как его нахуй послал. Он сказал, что не обижается. Но я так понимаю, что все это пиздеж. Он зарубился. Что изменилось, да, у меня? Не знаю. Послал меня сюда, чтобы что, проучить меня, что ли? Да нет, мой друг. Я не в курсе вашей беседы с Богом. Да? Ну и зачем я здесь? И я хуй его знает, зачем ты здесь. Ну ты же дьявол, сатана. Это ад. Да, это ад. Ты в аду, дружище. Ну я так и подумал, что я нахуй здесь окажусь, блядь. Не в районе хуя. Я сразу подумал, с какого хуя перед Богом, блядь. Обрадовался, блядь, мудак. Ну все понятно. Короче, блядь. Сейчас жесть будет, да? Жесть? Не знаю, почему жесть. Блядь, ты же дьявол, блядь. Это ад, да? Слушай, давай не еби мне мозга. Делай, что ты там должен делать. Спокойно, мужик, я же говорю. Тебе ничего не угрожает. Вот же я попал, сука. Ты чего шипишь ты, как моим кун? Кто? Какой кун? Парада кошек такая. Их обычно мудачки всякие высыпляют, потому что они шипят и царапаются. Им и сдаешь, и они бросаются на тебя с нихуя. До крови могут расцарапать. Люди думают, что они бешеные, но это все потому, что они не знают, как с ними договориться, как им помочь бедняжкам. А им, как и всем, ласка нужна, забота, понимание, любовь. Это, конечно, красиво все, что ты говоришь. Дьявол так и должен в толку сбивать. Но я говорю, я уже не попадусь на эту удочку. Так что давай, где твоя мясорубка, сковородка, бля, котелка? Мне уже реально насрать. Режь меня, жги и вешай. Так давай быстрей. Быстрее, чем что? Чем вечность, которую это будет длиться. Вечность? Сука, блядь! Вот я попал. Это вообще никак нельзя избежать. Может, там извиниться перед кем или отсосать. Хотя, хуй его знает, блядь, не, хуй я отсосу, блядь. Лучше сгореть в аду, чем отсосать. Или отсосать. Блядь! Это вообще больно? Сосать? Да нет, ну, то, что ты собираешься сделать. А что я собираюсь сделать? Ну, отхуячить меня по-жёсткому. Это вообще больно будет? Да почему ты так решил, что я буду хуячить тебя по-жёсткому? Выдохни, чувак. Ещё раз говорю, тебе ничего не угрожает. Так, блядь, стоп. Дай подумать. Я в аду, и мне ничего не угрожает. Тогда что я здесь делаю? Ты просто здесь. Вот ты. Вот это место. Тебе нужно просто успокоиться. Расслабиться. Сука, точняк. Не надо было нахуй посылать бога. Слушай, а я могу смотаться по-быстрому? Извиниться. Ты успокойся, ты. Не нужно ни перед кем извиняться. Просто остановись на секунду. Для чего? А разве быть спокойным нужно для чего-то? Откуда он мне знать, чего нужно, чего не нужно? Это ваши расклады. Откуда мне знать, чего нужно, блядь? Я не знаю. Сука, я уже вообще реально ничего не могу понять. А раньше мог? Блядь. Опять ты мне эти вопросы задаешь. Ты просто скажи мне, ты будешь меня хуячить или нет? Послушай, мужик, никто не собирается тебя хуячить. Ты сам себя хуячишь. Мне что, тебя на камеру снять, чтобы ты увидел, что ты творишь? Я творю. Вы же меня сюда затащили. Нет, не мы. Ну, понятно, я умер. Ты не умер. Ты что, не видишь, что ты живешь? Да, я понимаю, это как бы жизнь после смерти, блядь. Как может быть жизнь после смерти, если то после чего жизнь смерть? Ты просто вдумайся в эту хуйню. Смерть. Блядь, я запутался. Как может быть жизнь, если смерть? Хорошо, хорошо, ну а что мне делать? Ничего не делай. Просто попробуй ничего не делать. Если я не буду, если я, нет, если я буду ничего не делать, то я и жить не буду. Ничего не нужно делать, чтобы жить. Просто живи. Как? Я же, блядь, умер. Вот теперь здесь хуйней занимаюсь. Понять еще не могу. Блядь, у меня сейчас башкал вопнет. Это нормально, тебе страшно. Ты помнишь, как ты умер? Да, помню. Вирус, ковид этот ебаный. Ебануло меня, в общем, по сердцу осложнение. Сдох, я не помню где. Потом туннель, этот, хуйня всякая, фрактал эти ебаные. Потом пиздык в поле оказался. Там этот бог. Потом здесь, в карцере, в этом с тобой. Вроде ад, но не сходится нихуя. Ты дьявол, вроде, но не делаешь то, что ты должен делать. В общем, я понять нихуя не могу. Слушай, давай я просто уйду отсюда. Куда ты уйдешь? Ты уже здесь. Здесь и сейчас. От этого никак не уйдешь. Ну я же был в этом поле. Там птички пели. Бог вроде на меня зла не держал. А тут эта камера. Это все тут и есть. Ты всегда тут. Я же жил. Там же была жизнь. Работа, телки, все такое. Стой, 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 стой. Это все здесь было. Все всегда здесь. Тебе нравилась твоя жизнь? Ну что лучше? Там или здесь? Да хуй знает. Здесь я нихуя не понимаю. А там понимал? Тоже нет. Ну вроде как было за что зацепиться. Даже суета, ну вроде, тоже норм. Когда суетишься, вроде оно как-то легче, когда то, что вот здесь. Понять нельзя, но хуй знает, что дальше. Ну тогда выдохни. Выдохни. Дыши, дыши спокойно. Давай все сначала. Еще раз. Что еще раз? Не хочу еще раз. Да успокойся ты. А, вот меня колбасит. Вот это пиздец. Выдохни просто. О, как в мясорубке, блять. Выдохни ты. Не будет никакой мясорубки. Расслабься. Вот значит какой-то тат. Блять, это реально пиздец. А, сколько я уже здесь. Блять, когда это началось? Это никогда не начиналось и никогда не закончится. Вот теперь я понял твой прикол. Вот такая наебочка получается. Вот теперь я понимаю, что значит тат. Да нет никакой наебочки. Ты сам себя наебываешь. Ух, как крути дни. Давай вспоминай, кто ты. Бог умынул. Что ты хочешь. Ну, что тебе нужно? Я этот хуй, как его, этот, Володю, блять, мудачок. Актер этот, блять. Который, блять. Который что? Который хуй его знает что, блять. Ну, вот уже лучше. Ну, давай, если не можешь расслабиться, тогда выбирайся отсюда. Выбирайся. Дыши. Ну, дыши, дыши, дыши. Теперь думай. Думай, думай, мужик. Твои мысли и есть твоя жизнь. Выбирайся отсюда, выбирайся. Куда, блять? Там же нет нихуя. Что там, блять, Бой Хабиба, что ли, блять? И все? Не еби себе мозг. Ага. Совет лучшего психолога. Отъебись от себя. Или найди себя. Тут я понял. И дальше продолжать жить в этом мире, пока все не проблются своей ложью, притворством, подражанием кому-то. И даже не посмотрят, кто они такие на самом деле. Отличная речь. Но кто они-то? Ты здесь один? А теперь выдохни и просто дыши спокойно. Расслабь свой ум и создай эту реальность заново. Выбирайся. Выбирайся, выбирайся. Куда? Куда выбираться? Куда? Туда, обратно. В свой заебанной кошмарами мир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok